приветствую вас с вами наталья мишина давайте с вами мы сегодня разберемся как нарисовать сочный желтенький перчик как его осветить и что мы для этого будем использовать бумага концом темно-серого цвета мелкие кахенур рембрандт и цветные карандаши пастельные стабила так поехали начинаем мы как обычно начинаем рисунок делать я взяла карандаш пастельный цвет сепия и намечаю рисунок намечаю габариты этого перчика смотрю какой он по высоте какой он по ширине и как у него идет хвостик наклон хвостика значит после этого начинаю уточнять отрисовывать отдельные дольки обратите внимание что я рисую не плавными линиями такими как бы вот как будто обрубаю форму ведь все как бы вот как будто я отсекаю сразу нарисовать линию плану как будто круглую такой очень точно сложно поэтому мы цепляемся за переломы формы смотрим где вот эта форма ломается и это место отмечаем сейчас я отметила где сломался от края с левой стороны здесь вот видите я могла бы сразу нарисовать но я такими вот острыми уголочками для начала все это делаю для того чтобы было было более форма для меня понятно и конструктивно продолжаю намечать дольки каждую дольку стараюсь определить какая она по размеру где у нее переломы формы пересчитываю их внимательно смотрю какая выше какая ниже как они расположены и теперь то место где у нас вот входит хвостик тоже отмечаю более темненьким и намечаю сам вот этот хвост перца более детально теперь падающий тень линейно очень внимательно смотрю она как бы вот от перца расходится не параллельно расходится и где-то за пределы листа уходят мы до конца не рисуем теперь самым светлым белым карандашом намечаю два блика немножко добавляю белого в хвост чуть-чуть добавляю белого под перчик там есть такой световой кусочек потому что перед стать как на ножках на своих дольках и вот эту уголочек он тоже играет роль то немножко добавляю тоже это белый карандаш немножко добавляю белого фон пятки это нужно для рисунка то есть то что я сейчас делаю это не пока не живопись это конструктивный разбор формы перца та долька которая вот к нам направлена она не такая темная не такая как бы нас да не такая темная как другие и здесь я использовала карандаш с такой светло-коричневый а потом беру темно-коричневый карандаш ставила и прохожусь по переломом формы и нахожу перелом формы и тень на каждой доль карандашом я отштриховываю тени направление я особо не выдерживаю под поскольку потом все это будет затираться направление большого значения не имеет главное правильно определить границу светотени смотрите она не по прямой идет имеет сложную форму вот эту вот линию вам надо на каждой дольки нарисовать пока вроде ничего сложного ну двигаемся дальше растираем тени они нам не нужны резки это будет подложка под цвета пастели которые мы наложим положим сверху первую дольку я чтобы не утяжелять коричневым от штриховую терракотовым цветом потом опять беру темно-коричневый карандаш и еще добавляю тона в тени там где самая темненькая еще добавляю теней замечаю плоскость там где у нас закончится серы там где пойдет темная чуть-чуть делаю акцент на хвостики сейчас немножко как бы видео затянуто смотрится но тем не менее вот это время нам нужно для анализа для того чтобы еще раз проверить где какие тени на дольках как они идут мы не торопимся мы их еще раз заносим и сделаем мягче 23 раза сколько надо вот раз только возвращаетесь к этому рисунку не торопитесь сразу перейти на цвет хотя это очень конечно заманчиво сразу все по цвету замазать но тем не менее нужно сделать хороший предварительный рисунок и тогда вам намного проще будет работать в цвете вы уже для себя мысленно один раз этот перец прорисуете эти вот переломы формы они примут очень важны по свету свет у нас идет из окна и ну такое получилось положение как он немножко как бы вот контровой немножко это очень интересно всегда рисовать всегда есть над чем поработать над тенями над рефлексами теперь я потихоньку начинаю подключать пастель фактически я частично закрашивать то что у меня было намечено уже эти светлые пятна потом я их еще раз беленьким возобновлю начинаю с такого средний средний желтого и фактически покрываем все вот эти вот освещенные наши кусочки темно-серая бумага дает хороший контраст то есть сразу можно видеть но такое более рисунок достаточно объемным да значит после этого желтого можете взять немного другой оттенок поиграть желтым где-то посветлее где-то потемнее но на видео не очень видно но я использовала два желтых один более такой лимонный один более теплый и еще нам нужен будет красно-коричневый мелок оранжевый мелок вот сейчас оранжевым я добавляю рефлекс мы его еще потом усилим ну вот пока я ни в коем случае не кладу никакие очень выбеленные светлые тона в тени это важно то есть вот тени у нас должны оставаться темненькими так красно-коричневый мелок и здесь я добавляю еще мягкого желтого такое ощущение что конечно ложится красивое цвет но мягкие мелкие но все-таки я советую вам начинать с мелков более жестких более жесткие мелки они не забивают поры бумаги и с ними потом проще дальше работать а если вы очень такими мягкими сразу намажете то ваша работа довольно быстро закончится то есть все уже вот эта бумага консон она не будет больше принимать то есть у нее ресурс довольно ограничено вот сколько она берет на себя поэтому очень много мягкого сразу не надо лучше мягкими дополнить потом так ну что еще сделаю опять плеки на мечах день у меня были один больше друга меньше и затираю их чтобы блик мягко вошел в тело этого перчика немножко беленького еще на хвостик это уже не карандаш это мелки мелкие оранжевый двух видов оранжевый рембрандт и оранжевый кохинор кохинорах вот есть вот я сейчас на работе такой вот оранжевый с таким легким желтоватым оттенком мне он очень нравится вот сейчас видно как раз в мазочек с желтыми он очень хорошо работает ну и вот все что я сейчас на ношу я стираю обратите внимание прям чтобы с слои пастели между собой соединялись продолжаю наполнять цветом к такой как бы смотрится под малевочек до в тени я ярко-желтый обратите внимание не заношу эти границы света тени которые у меня были я стараюсь выдерживать сейчас добавила рефлексы но еще над рефлексами конечно надо будет поработать вот как скетч можно было уже даже и так оставлять но мы движемся дальше красно-коричневый сразу дает нам границу света тени контраст освещение у нас контрастные поэтому не боимся темных цветов смело их наносим и растираем все смотрите туда тоже в тени несла где-то у меня там светится к зеленоватая тень от первых слоев от коричневатых где-то я добавляю красный где-то коричневый сейчас пойдет у нас умбра это такой цвет соединяющий в себе зеленый и ну такой зеленого коричневато желтоватый что ли вот так можно его писать это мелок рембрандт вот в тень его ну и туда вот в эту тень она очень сложный этот кусок сложный туда много чего надо будет сейчас добавить добавляющую коричневый прям по верху чтобы утемнить то есть вот тот мелок на слишком светлый был умбристый всем как бы выворачивал тень на меня поэтому утемняю утемняю мелками кохенур довольно жесткими но понимаю что наверное удобнее работать все таки карандашом и продолжаю сейчас карандашом сепии вот тем самым который на котором я наносила рисунок это карандаш отдельно продавался то есть это не из набора вот этот из набора ставила такой красно-коричневый а сепия это карандаш который продавался отдельно и можно его купить в разных магазинах как бы такое все 5 темные бывают еще такой более рыженький карандаш кайт прям самый темный ну и теперь идет отделка каждого элемента то есть нанесли размазали между дольками на свету очень темные грани мы не делаем то есть у нас грань которая светится это граница между светом и тенью вот в первую очередь что мы должны помнить и периодически вот эту границу проверять чтобы она не убежала у нас вот возвращаемся опять к этапу номер один рисунок вот нам намазала я светлого в тень ну конечно там такого быть не должно поэтому это место я потом уберу рефлексы хочется сделать их поярче на как бы вот отраженный свет от солнечной поверхности хочется немножко добавить но каждое добавление я растираю чтобы рефлексы не были такими же яркими как свет вот сейчас на данном этапе рефлекс очень яркий справа его надо будет тоже убирать то очень ярко вот это да очень ярко то есть все вот эти добавочки потом будут немножко утемнятся они не должны так светиться сильно то есть вы должны сделали глаза прищуривать и смотрите если они такого же тона как свет изменяете их сразу темняете ни в коем случае не надо делать очень светлыми основная ошибка моих учеников и которые у меня занимаются в студии и которые занимаются онлайн рисует дома это очень яркие рефлексы вот каждый даже не не второе даже процентов 80 90 делают это ошибку с яркими рефлексами ну идет продолжение набора цвета и тоже вот для формирования объема использую я не только коричневый но и красный коричневый карандаш он так помягче немножко получается не так контрастно но тем не менее все то же самое помазала чуть-чуть взяла карандашик и опять уточняю форму закрываю дырки бесцветные или какие-то грязного цвета вот вот сейчас видно что справа очень такая темная да некрасивая по цвету поверхность ее надо будет тоже закрывать поскольку там у нас миксуется цвет как бы мы не получается не сразу дают нанесли два-три слоя и там такой вот сложный оттенок создается в результате лист я конечно замазала хорошенько грязную на меня весь потом клячка его протру хвост вот этот цвет который я использовала такой желтый коричневый зеленый делаю хвост и потом этот хвостик еще наполняю карандашом в тени зелененьким коричневым ну как бы чтобы более конкретно хвостик получился на свет можно положить зеленые мелки добавляем свежей зелени в хвостик потому что перчик свежий поэтому хвостик недостаточно зеленый карандашом мелками можно два-три оттеночка зеленых использовать немножко белого на перелом форму чтобы это место акцентировать но поскольку у меня там уже много пастели намазано белый карандаш не работает как белая просто он миксует вот эти слои пастели может когда же как растерка такая работает место где крепится перчик немножко получилось немножко контрастно потом я это сейчас сделаю потом немножко ослаблю ну как вы уже обратили внимание карандаш сепия у меня работает практически постоянно да то есть тут что-то уточнить я беру сепию зелененький то чем я говорила добавляем светло-зелененький свет достаточно яркий на хвосте он прям почти белым смотрится это мы не боимся это сделать темно-зелененький тоже в тень немножко можно кинуть так но вот этот я зря такую светлую полосочку как правило сейчас мы ее уберем спонжиком для теней она легко упирается то есть терка там даже лазить не надо какие-то мелкие вот кусочки если вы хотите подкорректировать используйте такой инструмент очень удобно но обратите внимание что вот оранжевый я добавила немного вверху и тут же мне захотелось его где-то вниз чуть-чуть и поэтому оранжевому самым таким лимонным желтеньким ты тоже это немножечко придется затереть потому что очень ярко получилось ярче чем самые световые кусочки внимание к свету наша приковано там слои первые слои были затерты и чтобы увеличить яркость добавляем такие мощные плотные укрывистые слои желтого ну вот опять я возвращаюсь к рефлексам добавляю туда желтый то есть вся моя работа сводится к опять-таки к намазыванию под расти ранее опять намазывания вопрос в том сколько слоев ваша бумага выдержит то есть вот это вот бумага консон она выдерживает внутри слоя примерно если мы работаем от жесткой постели к мягкой если мягкой то буквально там один слой полтора-два то есть много не получится поэтому если вы работаете мягкой постели то количество вот этих слоев и количество манипуляций будет намного меньше чем то что я вам показываю потому что мне вот как бы бумага позволяла то есть я сначала намечала жестким карандашом потом жесткой постелью то есть я вот работаю работаю моя бумага еще позволяет мне еще слои постели накладываются но если вы почувствуете что все вот уже не ложится да то все уже как получилось так получилось проще сделать новую работу чем эту работу мусолить до состояния что уже она ни на что не похожа то есть как бы такая замученная замучена значит грязь протерли добавляем фон это кохенур светло-серый обратите внимание я накладываю мелок пачком отломанный мелок и край вот этот с левой стороны не делаю ровным а делаю его таким вот ну немножко как бы зубчатым что ли да точнее падающую тень естественно тоже все вот плоско эти мелком рисую плоско где-то у меня останется эта фактура где-то я еще добавлю немножко тона там будет более плотно дальше берем чуть-чуть потемнее серенький серо-голубой я такой сказала то добавляем следующий кусочек прям очень сильно не нажимаем вот такой прозрачный легкий и третий кусок наверху у нас будет темным там я вижу взяла более мягкую пастель рембрандт такой темно-серо-фиолетовый цвет то есть не черный не серая вот именно с фиолетовым оттенком я это сделал для того чтобы фиолетовый немножко нам сыграл на тему увеличение яркости вот этого оранжевого желтого перчика и фоном я сейчас стараюсь уточнить контур который мне немножко сбился в процессе рисования все тут точнее уточняют наношу сначала общую такую заливочку потом вдоль перца работаю ну вот смотрите вот в таком виде тоже уже можно было оставить да но сейчас мы вернемся еще к падающей тени сейчас фон нанесем плотнее я делаю только вот в районе где у меня сам перец ведь далеко не штриху и темно только здесь по краю сейчас не хватает падающей тени под самим перчиком то есть для того что он более устойчиво стоял надо немножко под ним добавить темненького опять я беру свою палочку выручалочку названием сепия добавляю там темного кстати этот темный равновешивает вот то что внутри перца видите темным нам штриховала и значит штриховую я сначала прям линии подчеркиваю край перца потом штриховую в каком направлении штриховать ну старайтесь не задавать особо направлений каких-то резких то здесь не нужны такие штрихи жирные это надо сделать очень деликатно чтобы можно было потом растереть их практически чтобы не было видно я смотрите карандаш взяла ну вот как я учу обычно на рисунке карандаш брать бочком как бы штрихую не грифелем вот как ручкой на бочком таким образом у меня штрих получается более мягкий потом я добавляю туда рыженьких поскольку вот рефлекс ну вот как бы теневая часть перца она откидывает рефлексы в тень то есть тень такая цветная там под этим перцем но вот так я оставить не могу поэтому растиркой все это миксую чтобы она в глаза не лезла там все мягко никаких штрихов никаких всплесков активности все достаточно спокойно должно быть сделано ну опять что-то сделала и что-то я поправляю до от уголочек у меня убежал в процессе процессе того я делала тень но опять таки подправила потом еще темненьким надо будет немножко подправить саму дольку усиливаем света все до какой раз я уже третий раз на свет дело можно было кажется одного раза ну вот как-то у меня так получается вот чтобы она получилась мягенько несколько раз приходится делать такой вид более закончены получаются работы теперь я беру белую пастель и справа вдоль теневой части добавляю светлого и немножечко слева добавляю светлого я конечно действую не по правилам по правилам наверное должна была какой-то желтоватый оттенок взять но вот мне захотелось сделать так захотелось добавить белого вот этот белый дает как раз такой яркий солнечный свет не по правилам Продолжение следует... Продолжение следует... И там опять где-то у меня что-то там пропало. Опять я это возвращаю. Все вот эти объемчики. Еще раз прохожусь именно на тему объема. Карандаш светло-светло-коричневый. Коричневый-красный. Если вам надо что-то тонко сделать... Кстати, карандаш уже не ляжет. Вот когда столько пастеля. То берите мелок более твердый. Кстати, как отличить более твердый мелок от более мягких? Более твердый, вот эти кахенурские, они квадратненькие. А мягкие и мелкие обычно кругленькими. Кругленькие бывают. Но опять-таки... Это не ко всем, конечно, типам пастели относятся. Но в основном так. Ну, доделывать работу, конечно, можно бесконечно. Но иногда все-таки надо остановиться. Каждый сам себе эту точку определяет. Точку стоп. Потому что когда вы начинаете уделять очень много времени деталям, каким-то вот нюансам, то иногда просто общее теряется. Поэтому когда делаете нюансы, все равно периодически останавливайтесь и обобщайте. Очень удобно, кстати, сделать такое движение. Вы, допустим, рисуете. Остановились. Отошли. На 2-3 минуты, на 4 минуты там, да? Погуляли. Подошли. Вы уже видите все свои ошибки. Еще один вариант. Допустим, как тональные отношения проверить, посмотреть. Вы снимаете свою работу и то, что вы рисуете на камеру, и переводите в ЧБ. Убираете вот эту цветность. И тогда вы увидите, что темнее, что светлее, где вы ошиблись. Потому что в цвете можно сделать как угодно. Это достаточно индивидуально. Каждый по-своему видит, да? А вот если вы ошибетесь в тоне, то это увидят все. То есть это будет или поломанный объем, или какие-то выплывающие, выскакивающие рефлексы. То есть вот это вот, то, что относится к объему, к освещению. Это вот, ну, как бы самое важное. Допустим, вот представьте себе одну и ту же. Вот один и тот же перчик рисовал, допустим, Сезанн и рисовал Ван Гог. И вы рисуете. Все трое нарисуют по-разному. Все трое своими цветами это сделают. У всех будет, ну, как бы по-своему. Вот к этому и надо стремиться. Завершение работы. Я немножко работаю с контуром, убираю серую бумагу. И на этом заканчиваю.